Ханс Кристиан Андерсен, принцесса на горошине. Жил-был один принц, и захотелось ему жениться на принцессе, но только на самой настоящей принцессе. Он объездил весь свет, чтобы найти себе невесту, да так и не нашел. Принцесс было сколько угодно, но он никак не мог узнать, настоящие они или нет. Всем им чего-нибудь не хватало. И вот принц вернулся домой огорченный. Очень уж ему хотелось найти настоящую принцессу. Однажды вечером разыгралась непогода. Гром гремел, сверкали молнии, дождь лил, как из ведра, и вдруг кто-то постучался в городские ворота, и старый король пошел отпирать. За воротами стояла принцесса. О боже, в каком она была виде, потоки дождевой воды стекали по ее волосам и платью на носки туфель и вытекали из-под каблуков. И она еще уверяла, что она настоящая принцесса. Но это мы еще проверим, подумала старая королева, но ничего не сказав, пошла в спальню. Там она сбросила с кровати одеяло и просто не на голые доски положила горошину. Потом прикрыла горошину двенадцатью тюфеками, а поверх тюфеков набросила двенадцать перенок из гагачьего пуха. На эту кровать положили принцессу, и там она пролежала всю ночь. Утром ее спросили, как она почивала. Ах, очень плохо, ответила принцесса. Я почти всю ночь напролет глаз не смыкала. Один волк знает, что такое попало ко мне в постель. Я лежала на чем-то твердом, и теперь у меня все тело в синяках. Это просто ужасно. Тут все поняли, что это настоящая принцесса. Ведь она лежала на двенадцати тюфеках и двенадцати перенках, а все-таки чувствовала горошину. Столь чувствительной могла быть только настоящая принцесса. Тогда принц женился на ней. Наконец-то он не сомневался, что нашел настоящую принцессу. А горошина попала в кунсткамеру, где и лежит до сих пор. Если только никто ее не украл, знай, что это истинная история. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok